друзья мои всем приветик привет привет сегодня мы с вами напишем очень такую красивую интерьерную картину хочу предупредить сразу что такая работа она уже на ю тубе есть я ее как-то не у меня на канале у другого художника но дело в том что там эта работа выполнена не на русском языке то есть канал такой не русский испанский или что-то такое то есть я надеюсь меня youtube не за плагиат там или как это называется да что чужое взяли и как бы сделали ну то есть и я-то буду свою показывать работу просто хотелось бы вам показать как ее написать на русском до чтобы это звучало и такая вот красивая работа я взяла небольшой холстик 30 на 40 я эту работу уже писала делала я ее 50 на 70 получилось очень классно и просто хотелось бы вам тоже показать чтобы возможно вы тоже себе такую картину написали на большом формате возможно да на маленьком можно попробовать она большом потом как бы уже перенести то есть я на маленьком потому что повторюсь да я уже эту работу писала то есть у меня или уже купили она висит у людей дома вот не особо люблю конечно повторять свои работы то что уже как бы делала ну вот муж у меня настоятельно просит но напиши еще покажи людям как эту картину написать ну вот я надеюсь никто меня там за авторские права ничего там не не влетит попробуем написать работать мы будем ребята сегодня акрилом всего понадобится нам три цвета черный белый и красный то есть такая вот будет работка работать я буду на такой вот одноразовой палитре и здесь я ее не ставлю так как мне надо будет это первый слой сейчас мы будем делать очень жиденько водичкой разбавлять и то есть у меня все будет соответственно течь ну то есть я здесь вам буду все показывать и так сейчас я себе на палитру добавлю красочек белая у меня вот такой акрил ладога есть и гамма у меня есть и брауберг на эту картину уходит довольно таки много красочки но она получается классная того стоит вначале мы добавляем красный не трогаем добавляем себе черный и белый сейчас я все добавлю нам понадобится кисточка вот посмотрите по отношению к холсту 30 на 40 до примерно вот такой размерчик то есть если вы берете какой-то холст побольше то соответственно и кисточку берите побольше это синтетика мягенькая тут у меня водичка большое ведрышко припасено кисточку промывать смачиваем кисточку вот видите такую клякс очку белая вот она уже плывет то есть если я сейчас буду разбавлять не здесь да мне удобно будет смотрите делим вот примерно до середина холста можно принципе в квадратном поместить но красивее когда вытянутый формат вот мы пляшем все от середины холста сейчас такой этап не сложный берем чисто белую красочку так довольно таки жиденько и вот серединку эту еще водички я наношу вот такую полосу то есть от верха до низа мы наносим белую такую полосу старайтесь сделать ее более вертикальную и вести вот от верха до низа прям дальше вправо влево мы будем уходить добавляя немножко черного вот я добавила капельку черного в белый и начинаю опять таки от верха до низа вот таким образом то есть добавили чуть-чуть до криво черного в белый и пошли вправо и влево ну и соответственно вот вот так вот такие вот полосочки видите остаются сильно резкие границы не делаем более мягенькие вот под затемнили вправо влево да могут делать внизу мне не прокрашенная прохожусь докрашиваю то есть чтобы холста да не было без краски вот видите такой вот полоса полосатенькое такое состояние получается дальше в края мы белый добавляем еще больше черного то есть мы краям уходим темнее 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 то есть вот еще больше черного и вот я начинаю и постепенно я предыдущий слой двигаюсь чтобы как бы такие плавные растяжка не растяжка не назовешь ну что-то такое вот от верха до низа я веду ну и в однородный цвет тоже не перемешиваем вот есть более темные до более светлые полосы то есть пускай так и будет так вот здесь у меня еще я вижу холстик что кисточку неудачную взяла прям краску она не хочет держать так я еще добавлю белого наверно баночки не совсем удобно как по мне акрил проще стубы выдавить добавлять буду понемножку акрил потому как все мы знаем да кто не знает я говорю что он быстро сохнет и чтобы нам краску не переводите она у нас не засохла мы добавляем лучше по чуть-чуть соответственно в другую сторону мы тоже уходим еще более темным прям вот надо смачивать кисточку хорошенько потому что она у меня что-то там совсем не хочет скользить ну вот таким образом мы с вами закрываем у меня еще правда вентилятор включен у нас так жарко может поэтому она сохнет картина на самом деле получается такая вот прям нереально красивая и вроде бы просто но тот же момент классно получается примут смачиваю кисточку влажненькой кисточкой дальше еще больше черного в края такая зебра у нас получается и вы этот край тоже потемнее так еще темнее то есть мы постепенно постепенно затемняем краям и вот как вы можете видеть да у меня неоднородная ну то есть оно такое полосатенькое состояние где-то темнее где-то светлее постепенно увеличивая количество черного мы создаем такую иллюзию да вот уходящего туда вот состояние какого-то так дальше еще больше черного беру я вот постоянно окунаю кисточку в воду чтобы у меня вот эти вот красивые такие вот полосатость такая получалась нам сейчас главное закрыть потом мы можем в принципе влажная кисточка еще пока она подвижно пройтись как бы где-то подработать либо доработать либо доработать да как так вот так вот видите в принципе относительно вертикальные у меня полосочки так еще черного добавляю себе прям вот уже почти чистый черный я добавляю в края ну тоже вот на кисточке что у меня есть плюс здесь сейчас она подсмешается и вот так вот я тяну в этот цвет видите но уже тут он конечно у меня подстыл чуть-чуть беру беленького чтоб не такое она здесь скучно было какой-то полосатости добавляю и от верха прям до низа дальше с этой стороны тоже закроем черненьким все что-то сегодня он не ложится он еще не хочет главное не спешите спешить нам некуда сделайте красивенько вот каких-то беленьких туда вмешаю чтоб не прям черная да сильно было то есть у нас и так уже создалась вот эта вот иллюзия уходящая вдаль сейчас я только вот возьму белым цветом вот где чуть-чуть я напортила помягче сделаю белого в серединку и потяну его в сторону протерла еще белого кисточка в водичке у меня постоянно я ныряю так ну смотрим можно отойти куда-нибудь подальше там до посмотреть как вас устраивает не устраивает такую картину кто если на подрамнике к примеру пишет ее можно в принципе края можно этим же цветом до полосатым по краям там туда можно просто черным зайти чтобы в раму не вешать вот но теперь мы кисточку протираем промываем хорошенько и нам нужно дождаться чтобы хотя бы немножко этот слой чуть-чуть подсох либо под вентилятор можно феном посушить то есть немножечко ждем пока подсохнет вот и чуть-чуть подождала он еще блестит но как бы уже в принципе работать можно сейчас нам с вами понадобится мастихин остальную работу всю мы будем делать мастихином кисть только нужно было для фона вот я вот такие вот прям кучки выдавила для 30 на 40 видите сколько нужно много в принципе краски черной и белой ну я не знаю возможно даже будут добавлять мастихин нам нужен друзья мои что-то с ровным краем то есть смотрите вот у меня покажу некоторые варианты вот можно вот такой использовать можно вот такой можно вот такой чтоб ровненький край был мы будем сейчас что-то но мне напоминает как будто это город либо что-то такое ровненько да чтобы нам вот макушечки делать то есть не закругленный а ровненький краешек должен быть и по по ширине то есть смотрим по размеру да вот мне наверное вот этот подойдет я думаю как раз вот такая вот расстояние сколько здесь ну сантиметра 4 наверное вот такие вот здания будут наверное его это очень большой для этого холста прям очень большого для 50 на 70 он наверное как раз таки подойдет здесь не знаю у меня набор кисточек брала и там он был я даже не знаю что какая фирма пинакс по моему номер 4 но вот он вот такой но это большой то есть я возьму этот тоже скорее всего будет великоват для возьму вот этот и смотрите сейчас нам с вами нужно можно даже процарапать вот середина холста да ну вот немножко ниже чуть-чуть процарапаем такую себе горизонтальную линию так чтоб она нам только видна была вот это у нас будет поверхность как бы земля да вот мокрая земля здесь будет дождь а здесь уже эти будут здания но смотрите вот эту часть середину мы не трогаем то здесь здание не будет вот эта светлая полоса мы идем от нее в сторону сюда как бы где создавая перспективу то есть будем уходить сюда и вот сюда то есть еще больше показывая вот этот уход вот туда вовнутрь и опять таки сами здания мы будем делать к центру посветлее к краям потемнее и вот теперь смотрите мы берем с вами ну давайте с этой стороны до начнем я набираю так видно было набираю белый жидкий он такой вообще белый и вот черный и прям не сильно вымешивать я вообще не вымешивая вот набрала такую кляксу прям очень он жидкий какой-то так и вот я прицелилась и пускай у меня здание это будет чуть-чуть под наклоном то есть я мастихин поставила под наклоном и виду тоже вот стараюсь вертикально вести и прохожу вот эту линию которую мы очертили и вниз то есть стягиваю на нет вот туда потянула на нет все дальше беру тряпочку мастихинчик протираю здесь я буду делать уже левой рукой так как мне нужен ровный краешек да я буду вести вот так и смотрите я здесь наверное сделаю вот я опять набираю черный белого белого побольше черного поменьше я сделаю его чуть-чуть выше и не такой наклон пускай у меня будет поменьше наклон чуть-чуть повыше и вот я его вообще жидкий жидкий левой неудобно вот так вот вот так вот повела протерла еще хочу здесь чтоб край у меня ровнее был ветер ван и получился край здания и вот увела туда вот получается такие интересные я поближе потом конечно обязательно покажу интересные вот эти вот все переходы смешения красок вот здесь я добавлю немного белого чтоб так черно не было вот ну в принципе можно и так оставить дальше уже набираем побольше вот я зачерпнула черного и вот так вот раз с белым беру прям кошмар белый жидкий такой вот набрала и теперь ухожу в эту сторону до повыше чуть-чуть захожу на это здание и вот виду 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 постепенно мастихин наклоняю то есть я сначала держала вот тогда наклон сейчас покажу поближе вот небольшой наклон и потом уже ближе ближе к низу да я снимаю уже плашмя его ложу так можно вот допустим взять белый капелька черного вот видите здесь такая проплешина осталось даже можно черного чуть больше и какой-нибудь вот тут небольшой домишко как бы здесь впереди очень красиво получается когда на макушках вот этих зданий прямо такая бортик краски остается тогда создается ощущение вот это вот ну реально какого-то строения вот и ведем вот так черным еще больше очерчу вот здесь вот с этой стороны тоже самое вот беру я в левую руку беру черный беру белый зачерпнула вот даже не вымешивала вот видите как получилось то какая-то зеброчка на вот я сделаю следующее здание вот здесь и книзу книзу ведем вот такое здание здесь получается более серенькие где-то контрастный прям черный дальше еще больше черненького беленького поменьше делаем дальше здания пускай это будет под наклоном здесь то есть вверх я начинаю вот под наклоном под небольшим и виду 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 стаскиваю все это дело вниз дальше на следующую сторону также сделаю наверно наклон вот так вот поставлю но виду вертикальненько вот неудобно левая не левша не прям левой удобно вот вот таким образом вот получилось такое пятно да очень скучная черная вот можно взять какой-то пониже домишко то есть уже больше белого к примеру поставить пускай ровно будет да где-нибудь вот так здесь так тряпочка у меня уже грязные я меняю беру новую и вот таким образом к центру у нас светлее краям у нас более черные домишки вот я опять набрала черный белый и давайте здесь вот два ровных каких-то да давайте под наклоном сделаем здесь вот смотрите как она перемешивается красиво опять черные белые здесь делаем больше беру черного где-то здесь поставлю домик больше белого здесь небольшой какой-то такой квадратик до дальше давайте сделаем эту сторону чуть-чуть пониже вот здесь теперь с белым больше черного беру теперь больше белого как бы шахматные да такие строения белый у меня закончился надо еще добавлять сделаем здесь под наклоном протираю мастихин вот с одной стороны у нас уже что-то такое получилось что-то типа зданий так попробую прям из баночки вытрусить так мы следующую вот эту сторону мы тоже с вами сейчас сделаем так беру левую руку мастихин набираю черный белый так здесь хочу сделать что-то более ровное макушечку смысле его вот так потянули на нет белый белый немножко черного где-то здесь пускай будет вот такое здание дальше черный немного белого давайте наклон сделаем что-то посветлее будет вот тут вот тут пускай вот и черный с капелькой белого где-нибудь вот тут уже завершает нашу работу такси вот так вот таким образом так где-нибудь здесь добавим вот так чтобы у нас здесь было ощущение водички нижнюю часть вот где у нас прочерчено да я вот так чуть-чуть сглажу так как вода это у нас что-то такое ну четко мы прям не видим да но у нас такое мутновато вот видите царапаю снимаю лишнее белого чтобы посветлее все таки середина у нас было вот таким образом вот они наши домишки получились теперь смотрите друзья я набираю вот на торец мастихина видите какая у меня тут каша-малаша набираю настукиваю да и вот где наша линия даже давайте пониже сделаем эту линию вот она я здесь прочертила пониже сделаю вот вот так вот я ее себе просто вот набрала и вот прикоснулась и оставляю следите только за горизонтальностью то есть можете себе там отмерить там к примеру здесь 10 сантиметров там 10 сантиметров и то есть чтобы она не завалена была у вас эта линия вот вот так отпечатала так ну вроде бы у меня горизонтально все это дело наметили то есть мы уже себе разделили это у нас как бы сами дома а это отражение их и вот теперь набираем уже как бы можно побольше красочки погуще здесь вот ставим вот такими вот разнообразными тоже вот торцом мастихина до бачочком раз и вот ставим где-то покороче где-то подлиннее горизонтальные такие вот клякс очки показывая что это у нас ну как бы водичка лужи рябь что ли да вот где светлое здесь можно черных поставить то есть не только белые ставим а черные тоже можно в принципе проставить все белые потом где-то ой жидкий акрил все это дело ну вот так мы его сейчас сделаем и вот таким образом я быстро работаю вы можете посидеть там как бы помедитировать да к примеру отходить смотреть где где эту ряд поставить да вот где-то они потолще получаются как бы ну вообще ничего страшного не нужно их там делать одинаковыми какими-то по толщине по длине и наоборот делайте их разнообразными какими-то вот эту ряд покороче по длине и и теперь я беру черный и черных тоже проставлю и вот этот мастихин с ровной вот этой вот поверхностью дался со стороной с ровной он в принципе как для этих целей очень хорошо подходит то есть не надо там как-то примеру той же рыбкой да вот она вот да у нее закруглены слегка и вот я даже для примера покажу да ну как бы можно но он все равно где-то то взлетает эта линия то опускается таких прям ровных чтоб хорошо ровные были тяжело добиться все таки болтики мешают ну опять таки в темные стороны я добавляю больше темного белый он присутствует но как бы больше темного чего черного то есть до добавляю а в серединке у меня тут будет более больше беленьких мазочка в этих вот таким вот образом и теперь уже я советую конечно подождать подольше чтобы это все подсохло так как сейчас нам надо будет рисовать девушку рисовать тоже мастихином и нам нужен яркий красный цвет и вот чтоб он у нас не смешался с этим черным и в кашу какую-то непонятную не превратилось все это дело надо конечно это все подсушить я сейчас нажму на паузу а потом мы продолжим итак друзья я развернула чуть-чуть холст чтобы сильно не бликовала выключила свет так получше да вроде бы видно как получилось вот эти черные здания по краям и ближе к центру они более светлые у меня так себе подсохло еще конечно под подвижно но лучше конечно дождаться высыхания ну хотя бы час-два у меня просто времени нет буду сейчас пытаться так сейчас берем красный цвет какой-нибудь не берите темный красный наоборот что-то вот у меня красная светлая вот чтобы она ярко зажигала да вот это все черно-белая мастихинчик наверное я возьму тот же самый и сейчас вот намечу себе девушку девушку мы прям по центру размещать не будем то есть вот этот тоннель коридор это до уходящий туда мы оставляем поместим ее вот сюда да здесь у меня такое какое-то безобразие немножко получилось вот мы его как раз сейчас закроем так значить прочерчу я себе вот где у меня будет вот здесь видите она еще у меня прям двигается но я постараюсь аккуратно аккуратно еле касаясь начертить под небольшим наклоном я ей покажу вот здесь у меня будет зонтик такой вот по пошире наверно вот так пускай зонтик будет сейчас а вот черную зацеплю тут все равно у меня будет красный вот сюда чтоб вам было видно хотя бы чуть-чуть что я тут черчу вот тут будет зонтик здесь будет ее головешка где-то и собственно вот здесь будет платье платье или плащик что-то такое вот здесь небольшие ножички и тут чуть-чуть ее отражение вот так вот сделаем можно поместить а чуть-чуть к примеру повыше давайте здесь так наверное сделаем вот зонтик сделаем повыше вот здесь здесь головушка платье ножки дает под отражение будет больше места ну вот я беру красный прям хорошенечко набираю и сейчас я постараюсь аккуратненько аккуратненько чтоб сильно у меня этот черный белый не подмешивался прям вот еле-еле касаюсь выкладываю этот зонтик работа получится такая прям объемная объем на ведь и вот подмешался черный белый все сразу вытираем чтобы не жалеем эту краску главное чтобы работа была у нас красивая не надо жалеть ее вытирать так делаем вот такие вот закругление до зонтиком так косовато вот сюда надо продолжить вытираем вот эти как бы дуги до у зонта где сами спицы и вот он вот такими вот волночками вот мы их показываем сейчас раз раз так побольше надо красочки опять вытерла набрала краски и вот таким образом выкладываем ну и вот это все мы закрываем опять вытерла если с этой стороны чуть-чуть подмешивается черный ничего страшного там мы все равно будем затемнение ставить вот здесь желательно чтобы этого черного не было и вот аккуратно аккуратно ну и вы если дождетесь что он у вас ну подсохнет оно то проблем никаких не будет ну а я вот еле еле касаясь чтобы у меня там сильно она не вмешивалась нанесла вот этот зонтик можно сделать вот такую вот оп пимпочку да остричок дальше сделали зонтик теперь так сейчас возьму чуть-чуть черненького и в красный добавлю капельку черного где-нибудь в сторонке чтобы у меня сильно основная масса красного не выпачкивал оси была яркой красный то есть вот чуть-чуть добавила сделала вот такой вот грязь грязно-красный и вот сверху уже по форме зонтика вот такие какие-то раз нанесла нанесла чуть-чуть эту сторону затемнила еще еще возьму кучку где-то стороне красный с беленьким смешали такой розоватый оттеночек оттеночек его где-нибудь немножечко вот здесь со светлой стороны то то есть показали так вот на зонтике свет тень до чуть-чуть совсем дальше теперь нам нужно сделать сам плащ девушки это тоже делается очень-очень просто вот смотрите определимся да где он у нас будет ну вот тут где-то у нее будет волосики до плечики ну и докуда там у нас еще надо ножки ну вот здесь пускай будут заканчиваться до то есть такие засечки си небольшие поставили и вот опять таки раз поставила и ну как бы затем треугольник что ли надо сделать такой делаем как бы треугольник вот заполнили этот плащик не обязательно его там делать границы какие-то очень супер ровные сделали а теперь нам нужно показать что у нас дождь ветер да там мы берем вот набрали опять красненький и вот в эту сторону вот так вот раз его и вот такими так вот рвана как бы нанесли вот он у нее там уже плащик этот развивается вот таким образом дальше ножки ножки тоже все это очень просто и элементарно то есть вот у нас середина вот этого треугольника до где-то под ним то есть делаем черный набрали чисто черный и тоже у там основания по толще как бы до 2 ножки и вот они у нас уходят вот так вот тоненькой такой полосочкой уходят сюда но нам нужно прикрыть их плащиком да и вот мы сверху вот так вот добавляем добавляем красненького добавили вот они получились наши ножки опять красный с черным который у нас мы на этом плащике тоже с этой стороны поставим где-нибудь такие вот темности темности вот так немножечко легонечко легонечко по красным с беленьким где-нибудь вот здесь немножко бликанем более светлого поставим ну и собственно сами волоски вот они у нас тут выходят где-то не делайте только голову очень огромную вот вот тут вот так головешка ее да так я прям с баночки на на буду черный брать и опять таки тоже у нее длинные волосы и ветер у нас в одну сторону да все это дело вот сюда показываем такую причесочку мастихин протерла эти красные подмешиваются волосам постоянно протираю набираю новые и легонечко легонечко если боитесь дождитесь пока высохнет и у уже сверху делайте волосы чтобы красный не вмешивался таким образом получается у нас такая вот девушка силуэтик да можно вот так подальше чуть-чуть запустить плащик и теперь на бачок опять-таки как мы ряд делали до только мы смотрите уже делаем вот это отражение вот под самим плащом то есть не вылазнику то сюда сюда то есть вот где-то здесь она отражается в лужах приблизительно под ней поставили красных таких вот пятнышек ну вот в принципе и все такая вот работа получается тут хочется поярче немножко темного убрала чтоб не так темно было вот друзья мои вот такая интересная работа получается не сложная она надо конечно дождаться пока просохнет ну я видите особо не дождалась и в принципе тоже получилось как бы без проблем можно и не дождаться если вы уверены в своих силах до что вас там ничего не смешается можно конечно и так ну все теперь остается нам только надеяться на то что никакой нам выговор за авторские провали за что-то не прилетит вот но если что вдруг этот видео урок будет на яндекс дзене на канале если вдруг меня там заставят его удалять я тогда удалю и если что переходите на яндекс дзен там смотрите там уж я не думаю что какие-то там нарушения прилетят или что-то такое ну все на этом наш мастер-класс подошел к концу рисуйте выкладывайте свои работы пишите как вам такой мастер-класс вот я на этом с вами прощаюсь поближе сейчас покажу обязательно до скорой встречи пока 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 а а а а а а а а и а Субтитры создавал DimaTorzok